Музыка Отделение духовых инструментов существует в Буйском областном колледже искусств с момента открытия музыкального училища в 1969 году. На этом отделении трудится небольшой, но очень профессиональный коллектив, преподаватели разного возраста, которых объединяет огромная любовь к своей профессии. Ну а студенты духового отделения считают, что их отделение самое веселое и дружное. Вообще во всем учебном процессе все-таки как-никак духовое отделение – это самое, наверное, самое веселое, самое интересное отделение среди всех отделений колледжа. Как и на других отделениях, многие преподаватели – выпускники этого же музыкального училища. Может быть, поэтому они вкладывают так много сил и энергии в воспитание новых поколений преподавателей и артистов. С 1987 года работает в колледже выпускница отделения духовых инструментов по классу флейты Елена Михайловна Коврижных. В свое время она возглавляла отделение духовых и ударных инструментов колледжа. Человек творческий, энергичный. Ее ученики-флейтисты постоянно принимают участие в концертах и конкурсах различного уровня в качестве солистов и в составе ансамблей. Елена Михайловна постоянно работает над обновлением репертуара. Сама делает инструментовки для ансамблей деревянных духовых инструментов, переложения для флейты и фортепиано. Преподает Елена Михайловна и в специальной детской музыкальной школе Прибуйском областном колледже искусств. На ее уроках всегда интересная творческая обстановка. Наверное, поэтому ученики Елены Михайловны Коврижных с удовольствием принимают участие в межрегиональном конкурсе «Юные таланты малых городов России», в открытом районном фестивале конкурсе солистов и ансамблей «Юный музыкант», в фестивале конкурсе «Вифлеемская звезда», где занимают призовые места. Многие выпускники Елены Михайловны Коврижных продолжают свое образование в профильных вузах страны, чтобы стать педагогами и продолжить дело своего учителя. Потому что, как бы ни менялись времена, профессия преподавателя и, в частности, преподавателя музыкальных инструментов будет всегда оставаться одной из самых необходимых, как считает Владимир Борисович Лубков. Это самая необходимая и нужная профессия. Если мы не будем передавать свои знания будущему поколению, то, мне кажется, мир просто вымрет. Владимир Борисович Лубков более 26 лет работает на отделении духовых инструментов по классу саксофона. Он окончил Таджикский государственный институт искусств. После окончания института работал артистом Государственного народного оркестра гостелерадио Таджикской ССР. А в Буй приехал в 1992 году вместе с женой пианисткой из-за известных событий в Таджикистане. Успехи студентов колледжа и учащихся специальной детской музыкальной школы на различных конкурсах подтверждает высокий профессиональный уровень Владимира Борисовича. Выпускники этого года Иван Соколов, Илья Ягодников, Дмитрий Сердаков за годы учебы не раз становились лауреатами первой и второй степени в международном конкурсе фестиваля музыкально-художественного творчества «Открытые страницы в Ярославле», в межрегиональном конкурсе эстрадной музыки «Снеговея», в международном конкурсе «Разноцветные ноты мира Ростов-на-Дону». Не только солисты, но и квартет саксофонов регулярно становится победителем различных конкурсов. А в 2019 году на первом международном конкурсе фестиваля музыкально-художественного творчества «Рождественская Москва» две ученицы Владимира Борисовича Лубкова стали лауреатами первой степени – София Карпова и Людмила Крукович. Город может гордиться тем, что только у нас учат на маленьком саксофоне сопрано. То есть нет этого Вологодского, Ивановского, Ярославского области, Костромской области. Только мы в городе Буи учим. Благодаря этому мы на многих международных конкурсах завоевываем первые места. И в Костроме, и в Ярославле. У нас очень хорошие традиции. В чем это заключается? Допустим, выпускники, которые выпускались у меня и 15-20 лет назад, приезжают. Они общаются с этими, с нашими маленькими. Они друг друга все знают. Мы вот были в Питере, они встречались, виделись. Выпускники Владимира Борисовича Лубкова продолжают свой профессиональный путь в высших учебных заведениях страны – Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород и зарубежье, Германия. На сегодняшний день, по мнению преподавателя, духовые инструменты весьма перспективны. И я считаю, что на духовых инструментах много работы для ребят, очень много работы, куда можно пойти. Востребованность, востребованность очень большая. Тем более, если учитывать, что мы выпускаем качественных выпускников, востребованность буквально везде. Как правило, выпускники Владимира Борисовича на четвертом курсе уже хорошо знают, куда они пойдут дальше. Иван Цоколов, который в 2018 году стал стипендиатом Костромской областной думы за высокие достижения в учебной, конкурсной и концертной деятельности, планирует служить в военном оркестре в Крыму, а Дмитрий Сердаков – в Подмосковье. Буквально неделю назад я летал в Севастополь, и мне передали отношения, что я в будущем смогу поступить в военный оркестр Москового флота города Севастополь. И сейчас я заканчиваю колледж и лечу непосредственно служить России. Ну, планы, так же, как у Ивана, тоже военный оркестр. Я ездил в Москву на прослушивание, все, меня берут. И вообще, если заметить, то военные оркестры вообще везде востребованы, от Севастополя до Москвы, от Мурманска, там везде просто полно этих оркестров. В любом случае без работы никак не останусь. А в дальнейшем, возможно, хочу развиться как артист. Если мне понравится, я, может, и останусь в оркестре. Но одно я знаю точно, что это будет всегда у меня в руках, и это поможет мне прожить достойную жизнь, зарабатывать на этом. И это мне нравится. То есть нужно найти работу, которая будет приносить тебе удовольствие. Я ее нашел, и сейчас с удовольствием играю. Даже те студенты, которые поступают в колледж, не имея музыкального образования, за годы обучения становятся хорошими музыкантами, которых ждут и в детских музыкальных школах в качестве преподавателей, и в вузах. Екатерина Воробьева планирует учиться дальше в Костромском государственном университете. Я без музыкального образования пришла сюда. Так вот. Колледж мне дал уверенность. Некоторые абитуриенты, поступая на отделение духовых инструментов, уже на первом курсе хорошо представляют свой дальнейший путь. Ну, так получилось, можно даже сказать случайно. Кстати, о чем я не жалею совершенно. Я сюда поступила, потому что мне просто нравится именно вот саксофон. И так оказалось, что сейчас профессия именно преподавателя саксофона очень востребована. И даже вот у нас, например, в музыкальной школе в Чистых Барах, в Буе, ну, и в Костроме, в принципе, очень мало преподавателей. Так что я считаю, что когда я закончу, я, в принципе, и работу найду, и эта работа мне по душе. И вообще мне нравится заниматься музыкой, и в этом колледже мне тоже очень нравится. С 2015 года на отделении трудятся два молодых специалиста – Ольга Александровна Калинина и Ольга Васильевна Власова, также выпускницы Буйского колледжа искусств. С сентября 2017 года Ольга Александровна Калинина стала заведующей отделением духовых и ударных инструментов. Она ведет специальные дисциплины, а также руководит духовым оркестром колледжа. Это талантливый и требовательный педагог, которого уважают и очень любят студенты и обучающиеся специальной детской музыкальной школой. Очень важным шагом Ольги Александровны, когда она стала руководить отделением, было решение возродить класс медных духовых инструментов. Несмотря на трудности, она взяла обучение студентов по классу тромбона и тубы. А духовой оркестр, который уже многие годы не звучал на сцене колледжа, опять стал полноправным участником концертов, конкурсов, городских мероприятий. Даже очень рада, что я сюда пришла, и то, что наш духовой оркестр опять стал звучать и по городу, и вот эти конкурсы международные, где мы занимаем призовые места, это очень, конечно, похвально. И похвально то, что нас оценивают жюри консерваторий, которые говорят, что у нас все хорошо, и нам надо двигаться дальше в этом же направлении. Это да. Но это заслуга, я еще раз могу сказать, не моя, а студентов, которые это все делают. Да, нужны определенные умения, знания, чувствования каждого инструмента. То есть ты и должен и себя еще слышать, и что вокруг происходит, и должен как бы подстраиваться под это. То есть не громче, не тише быть. Но это еще от дирижера зависит, конечно. Спустя год после того, как Ольга Александровна Калинина встала за дирижерский пульт, духовой оркестр принял участие в восьмом международном конкурсе «Разноцветные ноты мира. Ростов-на-Дону», где стал лауреатом первой степени. Еще через год оркестр попробовал себя в городском конкурсе «Парад ансамблей» имени Николая Федоровича Абрамова и вновь призовое второе место. В 2019 году духовой оркестр стал лауреатом третьей степени в третьем международном конкурсе «Исполнители на духовых инструментах». А во втором городском конкурсе «Парад ансамблей» имени Николая Федоровича Абрамова получил звание лауреата первой степени. И, конечно же, духовой оркестр колледжа – неизменный участник праздничного шествия в День Победы. К этому знаменательному событию оркестр готовится заранее. Ну, это ежегодно мы готовимся к этому, стараемся поменять каждый год репертуар, как-то обновить, чтобы людям было интересно, потому что слушать ежегодно одни и те же марши, конечно, это уже надоедает, поэтому мы стараемся как-нибудь поменять, чтобы это было красиво. Ну, конечно, готовимся, стараемся, учим, надеемся, что если будут хорошие погодные условия, то оркестр, конечно, прозвучит лучше. На отделении духовых инструментов всегда кипит напряженная и интересная жизнь. Репетиции, концерты, конкурсы и снова репетиции. Преподаватели и студенты этого отделения прекрасно знают, только трудолюбие и полная самоотдача – залог успеха как в настоящем, так и в будущем.